Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствия и почтения вашему вниманию Послание учителей развития через жизнь Читает Лора 5.12.2023 Приветствую вас, я есмь Серапис Бей По мере того, как за счет определенных практик ваше внимание будет укрепляться и ваша способность управлять им будет усиливаться У вас появится возможность выбирать, на чем его фокусировать И это уже серьезный шаг к очищению себя Зачастую ваше внимание плавает на тех уровнях и вибрациях которые совершенно невыгодны для вас как в физическом, так и в духовном плане И в эти вибрации вас ведут определенные вышестоящие системы находящиеся на более высоких уровнях, чем вы которых не интересует ваше развитие а интересует их развитие за счет вас за счет управления вами через разные внешние факторы через мысли и тому подобное Так вот, сильный человек это человек, у которого есть возможность фокусировать свое внимание там, где ему целесообразно и конструктивно Многие люди считают, что источники их счастья и страданий находятся вовне Тем самым они с одним борются другие пытаются удержать в своей жизни Но задумайтесь, эти внешние факторы только подсвечивают вам то, что находится у вас внутри На самом деле источник ваших состояний он внутри вас Пока вы гоняетесь за внешними источниками наслаждений хорошего настроения и так далее вы раб этих источников Тогда, когда вы осознаете, что источник блаженства он в вас вы становитесь сотворцом своей реальности Вы становитесь ответственны за свой настрой так как теперь ваш фокус внимания направлен на внутреннюю точку опоры не зависящую от внешних факторов Вы остаетесь в тишине Вы центрированы в своем бытие Вы заикорены в глубинном источнике Теперь вам не нужно что-то искать и достигать Вы уже есть все Вы сокровище, которое искали Оно было с вами Всегда И будет с вами навечно Осталось только развить и расширить это состояние погружаясь все глубже и глубже в вечность Благодарю 5.11.2023 Приветствую тебя Я Есмь Серапис Бей Вопрос Кто такие Арии? Это была цивилизация сознаний Которые практически с момента их появления на земле Выбрали процесс духовного развития своим приоритетом Эти люди, как общность, были на связи с высокими божественными уровнями И получали информацию и наставления через хорошо налаженный канал Они учились жить по божественным канонам Проявляя высшую степень нравственности и чистоты Со временем канал, через который проходило обучение Ариев Сместил свой фокус внимания на более примитивные аспекты Так как новые сознания, которые начали приходить воплощение в эту общность Были уровнем гораздо ниже, чем их предки Следует пояснить, что этот уровень все равно был гораздо выше, чем уровень среднестатистического человека Эти новые сознания не дотягивались до глубины истока А в их возможностях было получать знания только с уровня высших цивилизаций конструктивной направленности Поэтому, чтобы не понижать вибрационные частоты общности в целом Пришлось приостановить их опыт на Земле Собрать его воедино и с этого уровня сделать новую попытку движения вперед Корень этой общности закрепили на достаточно высоком уровне И для расширения опыта посылают ее частички в виде сознаний Проходить определенные воплощения в разных измерениях, включая и Землю Эти сознания подсознательно чувствуют связь с общностью Но не всегда это осознанно Благодарю за ответ 7.12.2023 Я Есмь, Серапис Бей, и я приветствую вас Хочу сказать, что нужно очень тяжело работать Чтобы изменить свое мышление в конструктивном направлении И в сторону единства и целостности Ваше поведение и действия должны исходить и с позиции единства А не как часто это бывает разделенности Это называется служением Вы проявляете наивысшую степень взаимосвязанности и сопричастности с Творцом Вы ощущаете себя неотъемлемой частью бытия Все, что происходит в вашей жизни, это шанс для вас Преобразовать это в гармонию и равновесие Прежде всего внутри себя За счет всеприятия, нейтральности и соблюдения закона свободной воли и выбора Следует отметить, что все принятия Включает в себя и принятие несовершенств материального мира Несовершенств вашей личности и эго Примите все в своей жизни таким, какое оно есть на данный момент Не боясь и не сопротивляясь этому И сосредоточьтесь на стремлении стать подобным Богу На желании как можно ближе быть к Нему Это похоже на процесс сонастройки с учительской системой Чтобы услышать голос учителя, нужно стать одним целым с ним То есть слиться с его состоянием и с его божественными качествами Дотянуться до его уровня, надеть его состояние на себя И тогда у вас будет возможность ответить на многие вопросы своей личности с уровня учителя Вы высший и целостный будете отвечать с широчайшего уровня рассмотрения на вопросы узкосмотрящей личности Благодарю Девятое, двенадцатое, двадцать третий Я Есмь Серапис Бей Я хочу сказать вам, что все то, что вы проходите и проживаете сейчас в своей жизни Можно назвать подготовкой совершенно новому образу жизни в будущем И это будущее совсем не за горами То, что от вас действительно требуется Так это развить в себе навык дисциплины Дисциплинировать свой фокус внимания И удерживать его в зоне развития, в зоне конструктива, в зоне гармоничных отношений и творчества От вас требуется выстроить такую внутреннюю опору Которая будет держать баланс не в зависимости от силы жизненных штормов От вас требуется понимание и осознание истинного смысла существования И твердое устремление к универсальным качествам и вечным категориям Все это не будет возможным к выполнению без дисциплинированного внимания А чтобы научиться управлять своим вниманием, требуется каторжный труд Огромнейшая работа над собой Выполнение практик по концентрации внимания и стойкость на этом пути Ведь вы, наверное, заметили, что сейчас большое количество людей запуталось в своей жизни Все буквально рушится у них на глазах Все старое стереотипное мышление и мировоззрение уже не имеют под собой никакой основы Люди уходят, так и не поняв, в чем истина, в чем смысл и кем они на самом деле являются Поэтому все в ваших руках Выбор за вами В каком состоянии вы подойдете к точке начала нового этапа развития Земли Десятое, двенадцатое, две тысячи двадцать третий Приветствую тебя, учитель Приветствую тебя Я есмь Гаутама Будда Вопрос такой Все ли есть совершенство? Или, может, правильнее так Во всем ли есть совершенство? Очень интересный вопрос Во всем ли есть совершенство? Можно сказать так В материальном мире присутствует градация Есть разные уровни совершенства Есть разное качество совершенства А значит, есть несовершенство и совершенство Но даже в самом очевидном несовершенстве можно найти совершенный и целостный замысел Кажется немного запутанным это объяснение Но поймите, что есть разные уровни вибрационной частоты и частоты Вибрационной частоты и чистоты И, конечно же, задача, которая перед вами стоит Фокусировать свое внимание на совершенстве, красоте, свете, конструктиве и гармонии Но если пойти глубже в этот вопрос То вы начнете замечать, что даже в несовершенстве можно найти совершенство Совершенство — это не противоположность несовершенству У совершенства не может быть противоположности Совершенство — это целостность В каждом, любом проявленном и непроявленном аспекте бытия Неважно, на каких вибрациях он находится Есть глубинный, совершенный, целостный смысл Каждое несовершенство создано только для того, чтобы с помощью него увидеть истинное совершенство Надеюсь, ответ был понятен Благодарю, благодарю 22.11.2023 Есть два аспекта в нашей жизни На которые мы можем влиять Первое — это наше внимание Второе — это наши реакции Внимание Первое — куда мы фокусируем наше внимание Туда мы отдаем свою энергию И тем самым подпитывая и расширяя это Второе — куда мы погружаем наше внимание То мы привносим в себя Например, если мы уделяем свое внимание конструктивным процессам То этот конструктив будет прорастать в нашем сознании Если мы делаем что-то во благо всего сущего То внутри мы будем становиться целостными и гармоничными И также наоборот В тот момент, когда мы направим свой луч внимания на деструктив К примеру, негативную новость Мы впитаем ее в себя и проведем через себя Со всеми вытекающими последствиями на наше психическое и физическое здоровье Реакции Желательно всегда следить за своими реакциями Это определенный индикатор, который показывает нам, как мы относимся к жизни Принимаем ли мы волю Божью или пытаемся сопротивляться Если мы находимся в принятии, то мы нейтральны Мы во внутреннем равновесии Мы идем в ногу с трансформацией и развитием Вселенной Мы на одной волне Если мы сопротивляемся внешним событиям То возникает множество негативных чувств и эмоций Мы идем против течения бытия Мы отделяем себя от жизни Мы ее отторгаем А если мы это делаем То жизнь может начать отторгать нас Поэтому очень важно быть в потоке духовного роста и совершенствования Тем самым быть единым с процессом преображения пространства В идеале важно прийти к состоянию нейтральности и равновесия Тем самым навести внутри себя порядок и гармонию В таком случае вы перестанете резко и полярно реагировать на жизнь Вследствие чего исчезнут много проблем Как внутренних, так и внешних Почему? Потому что вы перестанете провоцировать окружающий мир своими реакциями Как же уравновесить свои реакции? Изменением своего мировоззрения и мира понимания Изменением своего отношения к миру К примеру, если вы считаете, что вы отделены от мира И каждый сам за себя То вы будете находиться в постоянной борьбе с другими Вы будете жить в постоянном страхе и агрессии И реакции будут соответствующими Либо если вы глубоко уверены, что вы неотделимая часть Вселенной И в вас есть искра Божья, как и в любом другом человеке Если вы будете видеть все как единый, живой, целостный организм То ваши действия и реакции будут совершенно другими, нежели в вышеупомянутом примере Маленькое дополнение, дорогие друзья Если вам сложно воспринимать сразу, допустим, длинный ролик Смотрите его периодично Посмотрели часть, отдохнули, переосмыслили Посмотрели вторую часть, отдохнули, переосмыслили Очень удобно, попробуйте Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!